Родился в семье Александра Семеновича Маргунова. Отец рано покинул семью, мать воспитывала сына одна, работала на заводе, затем санитаркой в роддоме Остроумовской больницы. С 14 лет Евгений пошел работать на завод «Фрезер», где обтачивал болванки для артиллерийских снарядов. В войну и послевоенные годы семья сильно голодала. Однажды мать привезла пачку масла. Евгений не удержался и съел всю пачку целиком без хлеба. Ему стало плохо, Маргунова еле выходили, однако с тех пор у него нарушился обмен веществ. В 25 лет у него обнаружили диабет. В результате он сильно набрал вес. В более зрелом возрасте это сказалось и на суставах. У него постоянно болели ноги. В 1943 году юный Маргунов написал письмо на имя Сталина, в котором просил зачислить его в театральное училище. На письмо пришел ответ. И Маргунова действительно зачислили в училище при театре Таирова. Однако он проучился там всего год и перевелся в ОВГИК на актерский факультет к Сергею Герасимову. В 1948 году окончил ВГИК. В 1948. В 1951 году. Актер театра студии киноактера. В 1951. В 1953 году. Актер академического малого театра. Затем снова вернулся в театр киноактера. Рекомендация на Маргунова при зачислении в театр киноактера. Александр Довженко вторая актерская работа. Сразу принесшая Маргунову известность. Роль вымышленного персонажа. Предателя Евгения Стаховича. Фильмы. Молодая гвардия. Версия 1948 года. Режиссер Сергей Герасимов. Экранизация одноименного романа Александра Фадеева. Молодой Маргунов в образе Стаховича настолько запомнился публике. Что в одном провинциальном городе актер был атакован на улице мальчишками. Ситавшими, что выследили предателя. В 1950-е годы актер снимался преимущественно в фильмах историко-патриотической направленности. Ныне малоизвестных. Всенародную популярность Маргунову принесла роль бывалого серии и кинокомедии Леонида Гайдая. 1960-х годов. Самогонщики. Пес Барбос и необычный кросс. Операция. Ай. И другие приключения Шурека. Кавказская пленница. Или новые приключения Шурека. На волне популярности Маргунов пробует себя в качестве режиссера. Снимает картину. «Когда казаки плачут». По рассказу Шолохова, 1963, во время съемок «Кавказской пленницы» между Маргуновым и Гайдаем произошел конфликт. Когда актер повел себя по отношению к режиссеру. Известному своей строгостью. Излишне независимо. Этот эпизод сильно осложнил дальнейшую карьеру Евгения Маргунова. В 1970-1980-е годы он редко снимался в кино. В основном в эпизодах. Наиболее известный фильм этого периода с его участием. «Покровские ворота». В постсоветские годы он снялся в большем числе картин. Чем за предыдущие 20 лет. Однако главных ролей по-прежнему не играл. Для зрителей он так и остался бывалым. Евгений Александрович болезненно переживал творческую невостребованность. Крайне резко высказывался о советской кинематографической индустрии. В повседневной жизни он был большим шутником и любителем розыгрышей. Всегда был окружен множеством друзей. Любил застолья. Но, вопреки слухам, алкоголем не злоупотреблял. Актер на протяжении многих лет страдал у диабета. Перенес тромбоз. Два инфаркта инсульт. В последние годы почти не ходил из-за болезни ног. Снимался и выступал на концертах в тапочках. Врачи несколько раз хотели ампутировать ему ноги. Но жена Наталья Николаевна, которая сама занималась лечением мужа, помогла избежать операции. Евгений Моргунов скончался в Московской центральной клинической больнице 25 июня 1999 года от второго инсульта. Незадолго до этого в июне 1998 года в автокатастрофе погиб его 26-летний сын Николай. Оба похоронены в Москве на Кунцевском кладбище. Продолжение следует...